В общем, добрались мы в Сакраменто, приехали на машине, приехали мы рано, часов 8. Заехали в отель, они сказали, что заселение с трех, поэтому мы поехали в Walmart, купили тут немножко продуктов, перекусить туда-сюда. Ну и там на парковке ожидали все это время. Сейчас вот мы заселились, получается я снял отель с двумя кроватями на 6 ночей за 750 долларов. Это достаточно дорого, но сейчас искать что-то дешевое и попасть в какие-то не очень условия не хотелось бы, поэтому немножко переплатил. Надеюсь, что за 6 дней найду уже постоянное жилье. Сейчас покажу, что у нас за номер. Номер, в принципе, обычный, очень похож чем-то на тот, в котором мы проводили карантин. Ванная комната, душ, здесь типа гардероба, сейф есть, две кровати, Дима уже в мультиках, микроволновка. Ну все стандартно, тут холодильник, телевизор, отопитель и вид на парковку. У нас включен завтрак, есть здесь тренажерный зал, есть бассейн. Бассейн, наверное, сейчас не работает. В общем, как-то так. Сегодня, сейчас надо отдохнуть с дороги, получается, я всю ночь не спал. Сейчас нужно отдохнуть, поспать. Завтра до 6 вечера у меня еще машина в аренде. То есть я взял машину на 2 дня. Поэтому завтра нужно часть каких-то дел попытаться сделать. Хотя бы поехать что-то поискать из жилья, возможно. Ну, надо будет подумать. Так что как-то так. Будем сейчас отдыхать, ложиться спать, наверное. Покушаем и будем отдыхать. Дальше буду рассказывать, что будет с нами происходить. Ну что, прошло время прощаться с этим красавчиком. Это Бьюик Энкор GX. Взяли мы его в аренду на двое суток. Стоило нам это 398 долларов со всеми таксами, фи и так далее. Неплохая машина. Он новый, 14 тысяч миль пробег, я не знаю, наверное, этого года, 21-го. Такой вот компактный кроссовер. У него мотор, новый мотор General Motors 1.3 на автомате. Не помню, по-моему, если я не ошибаюсь, 8-ступенчатый. Ну что-то такое. Точно не буду сейчас даваться в характеристики. Но мотор 1.3 Turbo. 150 с небольшим лошадиных сил. Едет он достаточно неплохо, на удивление. Возможно, за счет турбины и автомата, но как-то так. Кожаный салон, электрорегулировки. Тут память сидений. Есть датчик света. Датчик дождя. Круиз-контроль. Подогрев руля. Есть управление музыкой. Вот так вот выглядит приборка. Тут выводится различная информация. Штатная магнитола, в которой есть CarPlay, Apple и Android Auto. Я вот подключаю шнуром телефон. И у меня все управляется с телефона. Электронный ручник. Система старт-стоп. Контроль полосы подруливает машина в полосе. Есть сенсоры. Потом подогрев сидений, соответственно. Здесь управление климат-контролем. Вот так все это выглядит. Кратенький сейчас обзор вам покажу. Вот так задний ряд. Здесь Лена ехала с Матвеем. Дима спереди. Сейчас багажник покажем. Кстати, оптика диодная красивая. Ну, такой багажник. Красивая диодная оптика. Сейчас подкажу, что под капотом. Ксеном, кстати, тоже достаточно хорошо светит. Ночью вообще я не испытывал никаких проблем со светом. Вот такой вот маленький моторчик. Но едет хорошо. Как-то так. Еду сейчас в аэропорт его сдавать. У меня осталось время аренды в районе полутора часов. Ехать в аэропорт полчаса. Ну, еду заранее на всякий случай. Мало ли, не разберусь, куда ехать. Вот такой вот Бьюик помог нам доехать из Сан-Диего до Сакраменто. Сегодня даже посмотрел еще одну машину для нас уже, для покупки. Но машина мне не понравилась, поэтому не купил. Еду сдавать. И будем завтра что-то думать, что-то искать. Как-то так. Отдал машину. Приехался достаточно быстро здесь. Просто заезжаешь, они с чека пикают, смотрят, чтобы был бак полный. И все. И мне уже депозит вернулся. 459 долларов, по-моему, депозит был. 400. Ну, 450. Вот, он уже вернулся мне на карту. Все, сдал. Сейчас жду автобус. Получается, я приехал на автобусе на одном в терминал. И сейчас еду дальше в город на автобусе, потому что такси отсюда стоит 100 долларов. Ну, здесь сейчас пробки, там была авария на трассе в обратную сторону. Поэтому такси дорогое. Вот, поэтому ждем автобус. На автобусе доедем до города. И там уже либо дальше на другую автобус, либо возьму такси, там уже будет 35 долларов стоить. Как-то так. Вот так вот выглядит аэропорт Сакраменто. Вон там терминалы. Я вот жду автобус номер 142. Через 5 минут должен приехать. И поедем дальше. Попользуемся немножко общественным транспортом. Пока не знаю, сколько будет стоить автобус до города. Потом дальше расскажу. Решили мы заказать доставку пиццы. Но я невнимательно посмотрел. И оказалось, что это пицца для запекания. Она огромная, вот здоровая прям вообще. Но она сырая. Как бы хочется кушать. Поэтому что мы сделали? Мы отрезали кусок. И засунули в микроволновку. Вроде печется. Думаю, что получится. Еще вот такие печеньки. Но это, короче, эпик фейл. Я никогда бы не подумал, что можно заказать сырую пиццу. Как-то так. Вот так выглядит отель наш первый в Сакраменто. Который мы приехали сразу с Сан-Диего. Вот. Сейчас я... Мы сегодня, получается, уже 4 дня в Сакраменто. Что я успел сделать за эти 4 дня? Нашел где снять деньги. Деньги, кстати, по Тинькоффу лимита нет. Вернее, он есть. Но он большой. 10 тысяч долларов за расчетный период. Вот. Но местные банкоматы дают ограничения на 1000 долларов в сутки. Вот. А я нашел машину и не смог ее просто купить, потому что я не смог снять деньги. И я вот искал, где снять мне можно деньги. Нашел другой какой-то банкомат вчера, где 500 долларов разовое ограничение. Комиссия 3 доллара. Вот. Но при этом он дает снять сколько угодно. И дает, кстати, 20-ками только. Ну, в банкомате, видимо, только 20-ки. И там прям я выкладывал в Инстаграм. Какая была большая пачка денег. Вот. Так что деньги снял. Сегодня я должен поехать купить машину. Вот. И нашел жилье. Вчера ездил на просмотр, договорились. Жилье здесь, кстати, найти очень сложно. Но реально. И я как бы приехал на просмотр первый. Сразу договорился, что я его беру. И все. Договорились об условиях. Тоже нужно снять деньги. Там будет депазит. За два месяца. На еще месяц оплата. Вот. Жилье. Но потом расскажу, какое. Что уже будет в обзоре. Наверное, будет это всем интересно. Мое первое жилье в Америке. На машину тоже сделал обзор. Что за машина. Сейчас вот иду за водой. Кончилась вода. Надо купить воды. Потом договорились на 4 часа с продавцом. Что приедем, заберем машину, оформим ее. Поедем в DMV. И я, соответственно, поеду по своим делам. Вот. Как-то так. Мы еще что успели сделать. Это оформили сим-карты. По сим-картам. Есть, в общем, отличный лайфхак для тех, кто приезжает. Есть такой оператор. Называется Minc Mobile. Он базируется на вышках T-мобайла. Но, если у кого есть iPhone, допустим, 11-й, либо новее, можно оформить сим-карту онлайн и подключить eSIM. То есть я, Леня, сделал сим-карту еще в отеле, когда мы в ковидном сидели. И у нее работает eSIM. Я ей просто оформил, оплатил, подключил. Там еще плюс сейчас идет новогодняя акция. Три месяца платишь и три месяца бесплатно. То есть на полгода вышло чуть больше 100 долларов. Это тоже хорошая цифра. Себе я заказал доставку в отель. Вчера мне привезли сим-карту. Тоже заплатил 15 баксов за экспресс. Написано, привезем на следующий день. В итоге привезли через два дня. То есть как бы вот такой сервис в Америке. Ну нормально все, сим-карту привезли, подключил, все работает. Так что имейте в виду, что не обязательно нужно идти в салон связи, где-то там что-то пытаться выдумать. Все очень просто. Интернет работает хорошо, связь хорошая. За 30 баксов в месяц получается без лимит по интернету. Ограничение единственное 35 гигабайт в месяц. И дальше потом падает скорость. Ну и звонки по США, смски без ограничений. Так что как-то так. Пользуйтесь лайфхаком, кто приезжает. Минт мобайл как бы очень удобно, что не нужно куда-то идти. Если вы находитесь в отеле, вам нужно подключить интернет. Здесь и сейчас. То это можно сделать. В общем-то все. Иду за водой, потом едем за машиной. Вот такое джакузи, оказывается, у нас есть в отеле. С подогревом. Вода прям горячая. На улице, наверное, в районе 15, может меньше. А здесь жара вообще кайф. Там еще есть бассейн. Мам, пойдем поплаваем. Там есть бассейн, он холодный. Только вот джакузи с подогревом. Решили покайфовать. Вообще прям кайф. Адамаю. Бааа.